Шел 1937 год. Сложное время для советского государства. Впоследствии его назовут годом большого террора. Политбюро партии большевиков приняло решение усилить органы диктатуры пролетариата для борьбы с так называемыми врагами народа. Врагами считались те, кто не поддержал в 17-м году революцию, кто не принимал идею коллективизации и противился атеизму. Репрессии охватили всю страну, но больше всего досталось сибирским и дальневосточным областям России. И именно туда летом того самого 1937 года отправился в научную экспедицию аспирант Ленинградской государственной академии материальной культуры Алексей Окладников. Отправился на свой страх и риск, поскольку немало ученых в тот период попали под жернова органов НКВД. Да и цель исследования не была идеологически выдержанной. Окладниковы интересовали традиции и наследие шаманов Дальнего Востока. По прошествии нескольких месяцев экспедиции ученый вышел к небольшому нанайскому селу Сикачи-Алян на правом берегу Амура и обнаружил там огромные валуны с рисунками. С этими удивительными объектами путешественники встречались и раньше, но внимательно рассмотреть и изучить их удалось именно Окладникову. Он сделал вывод, что это останки древнейшей цивилизации, совершенно немыслимой для этого края. Таинственный загадочный Петроглиф. Что это такое? Справочники и энциклопедии дают этому слову следующее определение. Петроглиф – высеченное на камне изображение животных и людей. Такие изображения широко распространены в искусстве древних людей и встречаются практически на всех континентах планеты. В России, помимо Дальнего Востока, Петроглифы найдены в Беломоре, Хакасии, Иркутской, Томской областях и на Урале. Алексей Окладников, обнаруживший в 1937 году загадочные наскальные рисунки в далеком Нанайском селе, сам был родом из-под Иркутска. Он рос в семье сельского учителя и с детских лет был любознательным. Увлекался археологией и часто отправлялся на берега Байкала в поисках артефактов, которые помогли бы ему пролить свет на истинную историю зарождения цивилизации сибирского края. Еще будучи школьником, Окладников сомневался в официальной исторической версии, согласно которой развитие Сибири и Дальнего Востока началось только с похода казачьего атамана Ермака. Легендарный воевода привел сюда свое войско в 16 веке, чтобы покорить бескрайние земли от Урала до Тихого океана. В сражении с сибирским ханством Ермак погиб. Но преданные ему казаки дело своего атамана не оставили, и уже в 17 веке ими был завоеван Дальний Восток. Именно с этого времени, как уверяют школьные учебники и многие научные труды, в Сибирь пришла цивилизация. Вместе с так называемыми белыми людьми из-за Урала, то есть с Запада. А до этого, в течение многих тысячелетий здесь жили дикие монголоидные племена, бесписьменности и государства. Но некоторые исследователи категорически не хотят соглашаться с официальной версией. Они считают, что люди белой расы пришли в этот регион задолго до 17 века. И в качестве веских доказательств предъявляют сенсационные артефакты. Это останки древних славянских кораблей, не так давно обнаруженных на дне залива Петра Великого под Владивостоком. Есть и другие находки, утварь и приспособления, связанные со славянской земледельческой культурой. Эти предметы были обнаружены во время раскопок древних городищ Приморья. Причем, что интересно, подобного рода устройства до сих пор встречаются в деревнях Псковской и Новгородской областей, то есть за несколько тысяч километров от Приморского края. В селе Сергеевка в партизанского района был обнаружен удивительный артефакт – камень с древними письменами. Чудо-камешек хранится в частном музее одного из жителей Сергеевки, собравшего у себя дома целую коллекцию древних диковин. Он также считает, что руны на камне выбили именно люди белой расы. Для меня это удивительная находка. Я не думаю, что есть еще в мире похожие. Это древнейшая славянская камнепись. Это славянская, безусловно, славянское письмо. Палеомагнитный анализ и рентгеноскопия находок показали ошеломляющий результат. Артефактом не менее трех тысяч лет. Но самым главным доказательством того, что цивилизация на Дальнем Востоке зародилась намного раньше, чем сюда пришли казаки, считаются знаменитые наскальные рисунки Сикачи-Алян под Хабаровском, обнаруженные советским археологом, впоследствии академиком Алексеем Окладниковым. Те рисунки, которые мы сейчас увидели, несут в себе элементы культуры, солнечной культуры. А это очень характерно для европеоидов. Русские на Дальнем Востоке – это не пришвый народ, что это не колониальная территория. Наш народ имеет глубокие аналитические корни в этом регионе. Когда в далеком 1937 году археолог Алексей Окладников обнаружил Петроглифы на Амуре, ответы на свои вопросы он начал искать, пытая расспросами местных шаманов. Со свойственной всем языческим пастырем колдовской мудростью, шаманы поведали ему свою версию появления изображений на валунах у нанайского поселка Сикачи-Алян. По сути, они пересказали древнюю легенду. Но легенду довольно необычную. Это было давным-давно. В начале света жили три колдуна. И были у них три птицы-ныряльщика. Однажды послали колдуны этих птиц-ныряльщиков на дно реки достать для земли камни и песка. Птицы нырнули. Семь дней находились они под водой. Вышли, смотрят. Земля ковром цветет. В реке Амур рыба косяками ходит. Колдуны тем временем создали человека по имени Кадо и женщину Джулчу. Потом деву по имени Мамилджи. Народ размножался и населял всю землю по Амуру. Однажды Кадо сказал. Есть три солнца на небе. Жить слишком горячо. Вода кипит, горой стала. Гора кипит, речкой стала. Леса горят. Камни, как воск, стали мягкими. Я хочу застрелить два солнца. И он пошел к восходу. Вырыл яму, спрятался в ней. Увидел, как взошло первое солнце и застрелил его. Выстрелил во второе солнце, но мимо. Но в третье не промахнулся. Одно среднее осталось. И на землю вернулась прохлада. А пока камни остывали, дева Мамилджи нарисовала на них птиц и зверей. То есть все, что видела вокруг себя. Потом камни стали твердыми. И рисунки на них остались. Нанайцы верят в легенды и считают, что эти наскальные рисунки созданы их предками. Представителями тунгуса-маньчжурских племен, населявших когда-то Дальний Восток. Здесь они задабривали духов, чтобы им дали побольше дичи. И также, я думаю, просили прощения у тех животных, которых они убьют на охоте. Некоторые рода, например, Актанак, Онинак, они себя отождествляли, например, с образом какого-то животного. И ему подносились, может быть, дары, кушания. Многие исследователи в попытке трактовать смысл, заложенный в наскальных рисунках Дальнего Востока, считают, что древние охотники и рыболовы изображали то, что видели и о чем думали. Животных, птиц, змей, шаманские маски, маски охотников за головами, лодки, переполненные душами умерших людей, мифических драконов, отрезанные головы. И эта трактовка вполне укладывается в принятую академической наукой модель, где рисунки рассматриваются как произведения искусства древних тунгусо-маньчжурских племен, предков современных нанайцев. Однако в Петроглифах не обнаружено ни одного рисунка рыбы, что до сих пор озадачивает исследователей, ведь она была, образно говоря, хлебом оседлых племен Амура. Промыслового зверя лося они изображали часто, а вот рыбу почему-то игнорировали. Понятно, что если бы создателями Петроглифов были северные монголоиды, то красная рыба была бы главным персонажем рисунка. А в высокой религии европеоидов ей просто не было места. Значит, не предки современных дальневосточных нанайцев создавали эти Петроглифы. Но тогда кто? Вполне логично предположить, что в рисунках зашифрованы символы неязыческой религии. Их создателями являлись люди другой расы, которые поклонялись не духам, а богам. Однако в далеком 1937 году молодому археологу Алексею Окладникову выдвинуть такую гипотезу было чрезвычайно опасно. Поэтому до сих пор официальная наука считает, что амурские Петроглифы – это изобразительное искусство древних тунгуса-манчжурских племен. Но то, что об этих древних артефактах вообще заговорили в научных кругах в сложное для страны довоенное время, можно считать подвигом советского археолога. Собственно, Окладников и заложил такие основы Петроглифоведения в России. Он привлек внимание к этому кругу памятников и сделал их не только научным достоянием, но и общекультурным достоянием, потому что его книги пользуются успехом до сих пор. Интересно, что почти никто из последователей академика Окладникова долгое время не желал видеть в Петроглифах высокую религию, которая была распространена в неолите на европейском континенте. Однако, если попытаться посмотреть на изображение под другим углом, может открыться совершенно иная картина. Это главный рисунок Сикачаляна. Он является как бы визитной карточкой Сикачалянского комплекса Петроглифов. Уникальность этого рисунка в том, что внутреннее поле лося заполнено различными орнаментами. Такого лося больше нет нигде в мире. Лось – одно из главных животных в культуре древних людей, населявших когда-то территорию России. Его изображения встречаются на многих памятниках наскального искусства, в том числе на Русском Севере, на берегах Онежского озера, на Урале и практически на всей территории Сибири и Приморья. Алексей Окладников, когда описывал Петроглиф с изображением лося, интерпретировал содержание как видение древним художником зверя изнутри. Или насквозь, как рентгеновский снимок. Круги и спирали внутри лося – это его внутренние органы – сердце, почки, ребра. По существу, вот в такой интерпретации, лось представляет из себя тушу, разделанную тушу. Сейчас исследователи пытаются пересмотреть эту трактовку. Слишком она буквальная. По одной из версий, изображение лося в рентгеновском стиле, так, будто его тело просвечено специальным аппаратом, связано с шаманскими обрядами. Люди в древности наделяли кости и скелет особенной силой, как наиболее долговечную часть смертного тела. Поэтому подобные изображения символизировали идею вечного возвращения к жизни. Кстати, так же считают и шаманы, когда их удается разговорить на тему амурских наскальных изображений. Что такое шаман? Этот человек был и целителем, знаками. Этот человек, который определял погоду, предсказывал. Этот человек, который, в общем-то, очевидно, был первым, кто породил танцы, песни. Новое поколение исследователей знаменитые наскальные рисунки трактует по-своему. Согласно их предположениям, в глубокой древности на берегах Амура существовала высоко развитая цивилизация. Еще задолго до того, как сюда пришли дикие племена тунгусов. И у представителей этой цивилизации была та же религия, что и у народов других частей света. Люди тогда повсеместно поклонялись двум главным божествам – великому богу Земли и великой богине неба. И загадочные круги внутри лося – это не его внутренности, а символические изображения – глаз богини. Существует классический рисунок глаз богини неба, который в мировой символике называется как рога барана. Таким образом мы видим, что эти завитки, эти валюты являются глазами богини. Кроме рисунков зверей и птиц, всекачей олян, археологами было обнаружено много личин. Личинами в древности называли маски. Они могут быть антропоморфными, то есть очень похожими на человеческие лица. А могут быть зооморфными. Это маски животных, в том числе и мифологических. Трактовок что они означают – множество. По мнению некоторых исследователей, на части личин изображено главное мифическое существо в культуре народов Азии – сказочная змея-дракон. Здесь, на этом изображении, вы видите центральную фигуру дракон, видите его нос, усы появляются, глаза. То есть, в общем-то, соблюдаются правила изображения дракона. В центре дракон. Его можно представлять как столб, как ось мира. И этот столб, то есть центральная фигура в мифологии, порождает небо и землю. Представления о змее-драконе, как о создателе всего сущего, особенно развиты в Китае. Такое мировоззрение было близко и нанайцам. Изображениями дракона они украшали праздничную одежду, посуду и предметы быта многих племен, живших на берегах Амура. Поэтому, если нанайцы боготворили дракона, то вполне могли посвящать ему и изображения на камнях. Сами они считают, что личины – это символические изображения душ их предков. Но вот удивительный факт. Среди личин встречаются маски, на которых явно прослеживается европейский тип лица. А это дает возможность предположить, что древние обитатели сибирской земли принадлежали отнюдь не к монголоидной расе. Другие личины маски также намекают на это. Двойная обводка силуэта и глаз, общая сердцевидная форма черепа, лучи из головы, которые могут трактоваться как сияние. Похожих на скальных изображений немало на европейском континенте. Это сияние обозначает божественность этого лика, этой личины. Видимо, это сияние трансформировалось в дальнейшем, вот, в христианской религии, в ним. Кроме каменных ликов великой богини, которая была общим для древних народов божеством, в Зикаче Аляны следователи обнаружили рисунок, который, как они считают, вполне может быть изображением древнеславянского бога Перона. Скульптура с идентичным ликом находится в Краеведческом музее Николаевска-на-Амуре. На скульптуре есть знак, который рунологи читают как руну Пе. А ей, древние славяне, обозначали Перона. Если сделать со скульптуры рисунок и сопоставить с этой личиной, то они будут похожи друг на друга, как родные братья. Поэтому, соответственно, что данная личина является изображением бога Перуна. Если сопоставить все вышеперечисленные версии и факты, то вполне можно допустить, что Сикачи Алян – это святилище, где в символическом виде изображены не предки нанайцев и шаманы, а высшие боги другой, возможно, индоевропейской культуры. И именно те, кто поклонялся этим богам, и создали наскальные рисунки, и зашифровали в них тайные знания о себе. Например, кто они были на самом деле, как и когда пришли на Дальний Восток. Некоторые исследователи считают, что комплекс петроглифов Сикачи Алян – это своеобразная обсерватория под открытым небом, где в виде рисунков зашифрованы данные о перемещениях небесного светила. А вести такие наблюдения могли только представители очень высоко развитой цивилизации. Вот те рисунки, которые только что мы увидели, они все связаны с солнечным культом. А это означает, что какие-то племена европеоидов проникли на Амур. Если согласиться с тем, что белолицые люди появились на Дальнем Востоке еще до казаков-первопроходцев в 17-м и 18-м веках, то возникает и еще один вопрос. Откуда они пришли? Несколько лет назад дайверы из Владивостока нашли на дне залива Петра Великого древний якорь. Находка произвела фурор. По оценке специалистов, якорь был сделан в 9-м веке до н.э. Но самое удивительное заключается в другом. Пересмотрев множество справочников, исследователи установили, такие якоря использовались на так называемых кочерах – древнеславянских кораблях, бороздивших когда-то берега Белого моря. И это, безусловно, якорь именно кочер. Такие якоря, конечно, кошки применялись и другими судами, но характер изготовления якоря – это только славянский. Котч – чистославянское судно, чистославянское. Его другого никто делать не умеет. У него – это ледовый корпус. Корма выше, но снизу, чтобы можно было очень близко под корпусом увидеть ледовый спай. Если верить ученым, которые провели исследования остатков судна, его возраст более десяти веков. А теперь главный вопрос – откуда взяться столь древним поморским судам на дне Тихого океана? Сейчас перед нами обломки шпанговутов, обшивки, келя. Вот это как раз разрованное на две части кель судна, центральная часть. Она потому сохранилась, что здесь много ила. А вот наборы поперечных шпанговутов. Вот они. Доста к обшивке почти не сохранилась. Они в виде тонких фрагментов, видимо, полностью разрушились. Искатели объясняют это только одним. Видимо, поморы еще в древности освоили северный морской путь и добирались по нему на Дальний Восток и раньше. А когда же белые люди впервые попали на Дальний Восток? Материальных доказательств составу идентичное лунному грунту. Когда бур дошел до отметки 9,5 километров, ученые наткнулись на настоящий кладезь всевозможных ископаемых, в частности, золота. Совершенно неожиданно для всех подтвердились прогнозы Алексея Толстого из романа «Гиперболоид инженера Гарина». Настоящий оливиновый слой, гениально предсказанный писателем. И вот в апреле 95-го, когда керн буровой установки достиг глубины 12 километров, инженеры решили спустить в скважину специальный микрофон для фиксации звуков движения литосферных плит. Но то, что услышали ученые, повергло их в шок. Из глубины донесся человеческий голос, причем не один. Это были крики из стоны миллионов людей. Это были звуки из преисподней, которых никто объяснить не смог. С тех пор появилась еще одна тайна. Тайна шума Земли. Впервые леденящий кровь гул, исходящий откуда-то из-под земли, был зафиксирован в конце 70-х годов в Англии. Жители Бристоля завалили инстанции жалобами, что их беспокоят неожиданно появляющиеся и также неожиданно исчезающие непонятные громкие звуки. Некоторые сочли источником соседнее промышленное предприятие. Но владельцы завода открестились от обвинений в нарушении покоя бристольцев. Власти начали проводить тщательное расследование. В местной газете был напечатан опрос. Читателям необходимо было опровергнуть или подтвердить тот факт, что они слышат шум. 800 читателей обратились в редакцию, заявляя, что слышат непонятный гул. Наличие странных звуков подтвердилось, но виновника не нашли. На какое-то время бристольский гул был забыт. Однако в новом тысячелетии о нем опять вспомнили. Теперь уже странные и пугающие звуки из-под земли были зафиксированы в разных точках планеты. В августе 2011-го, в конце 2012-го и в начале 2013-го его слышали в Бразилии, США, Канаде, России, Украине и Австралии. Главная его особенность – он вызывает беспричинную панику у людей. Он – это так называемый стон или гул земли. Что это? Звуковая галлюцинация, движение тектонических плит, звук акустика гравитационных волн, массовый психоз или просто газетная утка? Главная его особенность – это так называемый стон или галлюцинация. По планете с 8 по 11 января 2012-го года. Эти четыре дня Земля по информационным сообщениям и записям в социальных сетях буквально грохотала. Любительские аудио- и видеозаписи были сделаны на всех континентах. Я считаю, что Земля шумит в прямом смысле. Но для этого надо уметь вот это слышать и видеть, потому что очень широкий частотный диапазон, очень большой амплитудный диапазон. В некоторых местах она шумит очень слабо, и нужны специальные приборы, чтобы услышать вот это, или там записать вот этот звук. Средства массовой информации уверяли. До сих пор этих звуков никто и никогда не слышал. Это не совсем так. Вот уже многие годы жители городка Таус в штате Нью-Мексико на юго-западе США слышат доносящийся из пустыни низкочастотный гул. Феномен получил название «таосский шум». Он похож на движение тяжелой техники по магистрали, хотя никаких крупных дорог в районе маленького поселения нет. Этот звук слышат только местные жители и крайне редко приезжие. Ученым, исследовавшим этот загадочный стон Земли, так и не удалось найти его источник. Они лишь предположили, что причиной ему может оказаться крупная линия электропередачи, проходящая поблизости с городом. Между тем, подобный шум известен давно. И называется он звуковой аномалией. И еще. Все, кому доводилось слышать гул из-под земли, единодушны. Он ни на что не похож. От него нельзя укрыться. Он идет отовсюду и проникает везде. И мгновенно с первых аккордов вызывает у всех очевидцев чувство тревоги. Так было, например, в Киеве, Ростове-на-Дону и в Новокузнецке. Он как будто был везде, вокруг. Такой низкий, достаточно пугающий, не похожий на все остальные звуки, которые я, в принципе, слышал за год, пока живу в этой квартире. Он то затихал, то становился более отчетливым. Я уже думал, что нужно выйти на улицу, потому что что-то действительно случилось, какое-то явление. Создается ощущение паники беспричинной. И буквально даже не знаешь, что делать в этот момент. Особенно в первый момент, когда понимаешь, что это все продолжается и продолжается, и не заканчивается. То есть думаешь, куда бежать, что делать. Реально стало страшно. Думал, что надо уже собирать вещи. Стоит ли говорить, что даже самые недоверчивые затвердили о пресловутом конце света? Дело в том, что разные верования говорят одно и то же. Некий звук известит людей об апокалипсисе. Иудеи верят, что это будет труба шафар, от пронзительных аккордов которой пал когда-то Иерихон. В германо-скандинавской мифологии о начале конца света с названием «Рагнарек» объявит золотой рок Гьялархорну. Стон планеты, безусловно, напоминает и его. В Киеве, где земля тоже кричала, заговорили об архангельских трубах, предвещающих судный день. Интересно, что упоминания о некоем трубном гласе есть и в Библии, и в Коране. Древние греки объясняли подземные стоны тем, что в ее недрах заключены старуки и великаны, низвергнутые богами в луна земли. Если верить мифологии, мучились не только они. От них стонала и сама планета. Какую бы мифологию мы ни взяли, древнеиндейскую, древнеегипетскую, скандинавскую, мы везде видим, что есть некое разделение на мир небесный, мир земной и мир подземный. И вот мир подземный для людей был самый страшный. Он был самый неизведанный, темный, мрачный. И поэтому, наверное, именно там обитали самые страшные существа. Академическая наука не склонна объяснять аномальные шумы уже прозванными звуками апокалипсиса, происками мифологических существ. Некоторые геологи связывают загадочный гул в Новокузнецке, например, с разработкой угля на Кузбассе. В городе крупные шахты, сталелитейные предприятия. Энергия взрывов породы, по мнению ученых, накапливается в земле и провоцирует либо техногенные землетрясения, либо загадочные шумы. И потому, казалось бы, именно их гул – наиболее реальное объяснение этому явлению. Когда идет такой стук характерный, это, в принципе, если грубо сказать, трещит порода. То, что она находилась в каком-то напряженном состоянии. И малейшее ее движение происходит как бы трение между ними, выражающий вот этот сигнал. Но местные жители, которым удалось зафиксировать гул земли, очень сомневаются, что он техногенного происхождения. До ближайших шахт от жилых районов города полтора часа езды. Завод в окрестностях всего один. И он тоже далеко. Я общался с людьми, которые непосредственно работают на данном заводе. И они говорят, что даже если какие-то технологические процессы происходят, но они не имеют такой длительной протяженности, их бы здесь не было слышно. Мне кажется, что данный звук имеет геофизическое происхождение. То есть где-то в глубине земли происходит смещение пластов, ну или что-то в этом роде. Очень любопытную версию происхождения загадочного звука апокалипсиса выдвинули ученые из Новосибирского академгородка. В 1982 году, когда в городок приехали американцы, один из профессоров-геологов Алексей Дмитриев стал предупреждать гостей, что вскоре Америку ожидают серьезные катаклизмы, имея в виду землетрясения техногенного характера и беспокоящие шумы. Американцы тогда ему не поверили. Однако уже в 1984 году по всему востоку США пронеслись геофизические стоны из-под поверхности планеты и небольшие землетрясения. Интересно, что предсказать их было несложно, так как вдоль восточного атлантического побережья Америки протянуто более десятка линий энергоемких высоковольтных электропередач. Частота передаваемого тока в системе энергообеспечения Соединенных Штатов составляет 60 Гц, а она соответствует частоте естественных литосферных токеров. Причина в том, что 60 Гц, которые используются в высоковольтных линиях, а их 16 высоковольтных линий, и они идут строго по магнитному меридиану с севера на юг, и получилась резонансная частота между состоянием естественных энергосферных токов, и токи, которые продуцируются с поверхности Земли. Произошло замыкание, если можно так выразиться. Произошло энергетическое взаимодействие. Кстати, в 2005-м на Атлантическое побережье США обрушился ураган Катрина и буквально смыл с лица Земли целый город – Новый Орлеан. По мнению сибирского ученого, этот катаклизм также был спровоцирован взаимодействием магнитосферных и литосферных процессов и энергоемкостью высоковольтных линий. А земные шумы, прокатившиеся по побережью за 20 лет до этого, были первым предупреждением. Произошло нарушение континентальной защиты Северной Америки от событий, которые происходят в Атлантическом океане. То есть не было электрической защиты, суши от тех событий электрических, которые происходят на поверхности океана. Естественно, что циклоны, ураганы пошли внутрь материка. У техногенной версии всего два недостатка. Если причиной шума был производственный фактор, то как объяснить, что звук был слышен в разных уголках планеты практически одновременно? Второй недостаток – если верить опять же все тем же очевидцам, то линии электропередачи, тепловые электростанции, заводы, стройки и прочие технические объекты далеко не всегда находились поблизости от того места, где был слышен стон. У Артура Конондоли есть повесть под названием «Когда Земля вскрикнула». Герой истории, профессор Челленджер, решает узнать, жива ли Земля. Для этого он сверлит в ней гигантскую дыру. И вот когда бур очень глубоко внедрился в земные пласты, планета вскрикнула. В этом повествовании фантастичен только финал. В остальном ученые геофизики с писателем солидарны. Земля действительно живая. И она вправду кричит. Я издавна, где-то с начала 70-х годов, Землю принимаю в качестве живого организма, взаимодействующего с другими живыми организмами, другими планетами. И с центральным нашим светилом, с солнцем. Мы живем своими ритмами биологическими, физиологическими психологами. Точно так же живет и Земля своими ритмами биологическими и физиологическими. В недрах нашей планеты постоянно происходит конвекция, движение потоков магмы и смещение литосферных плит. Это и приводит к тому, что Земля шумит. И записывать ее голоса ученые научились давно. Для этого они приезжают на скважины, пробуренные в технических или научных целях, и опускают в них сверхчувствительные микрофоны. Как, например, это было на Кольской сверхглубокой. Обычное человеческое ухо расслышать этот звук в большинстве случаев не в состоянии. Но бывают и исключения. Они могут произойти, например, во время землетрясения, непосредственно перед толчками. Впрочем, это неудивительно. Во время дрожи Земли также двигаются литосферные плитры. Поэтому процесс, конечно, и здесь может сопровождаться сильным шумом. После Алтайского землетрясения 2003 года мне удалось попасть на авторшоковый режим этого землетрясения. И, значит, мы просидели пару недель на станции «Октаж». За это время было примерно 30 или 40 ударов. И практически перед каждым ударом был слышен рев, или, так сказать, его называют подземный гул. Замечено, что перед сильными толчками уровень гула, исходящего из недр, резко повышается. Планета как будто предупреждает о предстоящем землетрясении и дает людям возможность заранее оценить его силу и локализовать эпицентр. Причем вот этот шум, он, так сказать, идет под нарастающим. Шумит сильнее, сильнее, сильнее. Потом трах, произошло землетрясение. На самом деле в глубине нашей планеты землетрясения не прекращаются никогда. Но задолго предсказать, какой из них вырвется на поверхность, практически невозможно. Главному научному сотруднику Института физики Земли имени Шмидта Ран Алексею Любушину это однажды удалось. Крупное землетрясение в Тахоку, Япония, которое произошло в 2011 году, и унесло жизни как минимум 16 тысяч человек, он предсказал, аж за три года. Интрясение обычно сопровождается гулом и звуками. Акустическая эмиссия там достигает такой интенсивности, что уже она начинает быть слышима не чувствительными геофизическими приборами, а человеческим ухом. То, что земные шумы под Японией стали синхронизироваться, согласно гипотезе ученого, это первый признак надвигающегося мощного землетрясения. Любушин заметил еще в 2008 году и опубликовал на эту тему несколько предупреждений. Японцы не поверили. Самое неприятное то, что и после катастрофы синхронизация низкочастотных шумов сохранилась. Алексей Любушин считает, что Японию ждет еще одно землетрясение, не менее сокрушительное. Причем эпицентр его должен находиться недалеко от столицы страны, Токио. Именно поэтому шумы Земли можно и нужно изучать. С их помощью планета не только сообщает о предстоящих катастрофах, но и помогает, например, искать нефть и другие полезные ископаемые. Каждая порода шумит по-своему. По этому шуму можно понять, есть там нефть или нет, или много ли нефти, какой толщины коллектор. Но если есть нефть, то она будет иначе себя вести, иначе шуметь, иные у нее будут свойства. Так что вот мы о свойствах пород судим по тому, как она шумит. Но, увы, не все крики Земли можно объяснить надвигающимися землетрясениями. Ведь там, где их слышали в последние два года, никаких сейсмических событий не было и быть не могло. Это те регионы, где землетрясения невозможны в принципе. Некоторые ученые предполагают, что скрип планеты связан с погодой, с туманом, сыростью и дождем. При таянии льда рвется часть водородных связей между молекулами воды. Каждый такой разрыв высвобождает энергию и может породить слабый звуковой щелчок. Поэтому, согласно гипотезе этих ученых, если шум слышен во время тумана или когда на небе тучи, это и есть песня воды, которая может сопровождаться гулом. Конечно, одна снежинка создает лишь незначительный шум. Но при таянии больших количеств льда звук слышат все. К сожалению, версия не дает ответа на вопрос, почему шумы слышатся летом, в ясную погоду. А наше небесное светило не может быть генератором загадочных звуков. Действительно, есть и такая гипотеза. Когда потоки солнечной энергии после очередного выброса несутся к нашей планете и врезаются в магнитосферу, это приводит к возникновению особых акустических волн, которые затем устремляются к поверхности Земли. Эти волны можно услышать только с помощью специальных приборов. Однако некоторые люди тоже способны слышать их в случае, если звук накладывается на городской шум. Низкая частота изменяет спектр общего фона в мегаполисе, и тогда человек может услышать подобный зловещий стон. Считается, что 50 Гц это нижний предел человеческого уха. Но некоторые слышат и 20 Гц, и 10 Гц, говорят там, бах, слушал, вообще там черт что, очень низкие частоты. Так что здесь дело даже не в интенсивности шума, а в способности человеческого уха воспринимать звуки. На аудиозаписях слышно, что гул действительно похож на обычный городской шум. Подъемного крана, самолета, строительной техники, но многократно усиленной. Именно этот звук нередко вызывает у очевидцев ощущение паники. Известно, что сверхнизкие частоты, хотя и не различаются ухом, выдавляют психику человека. Пример тому знаменитые исследования французского профессора Гавро, который точно установил, что при воздействии одних частот инфразвука на человека начинается разрыв барабанных перепонок, кровоизлияние в мозг, а при других даже смерть. Давно известно и то, что инфразвук неотъемлемо сопровождает многие природные явления. Ураганы, цунами, порывы ветра, шум волн, извержения вулканов, грозовые раскаты, резкие перепады давления. Плохое самочувствие во время колебания атмосферного давления связано в том числе и с инфразвуком, который образуется в атмосфере. По одной из версий, загадочный гул связан со сменой магнитных пулюсов, которая происходит сейчас на нашей планете. Наш земной шар, ну, значит, он хорошо, как говорят, моделируется. Вот школьный магнит север и юг. И вдруг, вот по непонятным причинам, северный полюс стремится на юг, а южный полюс стремится на север. Существует и версия, что звуки апокалипсиса это всего лишь массовая мистификация, крупномасштабная газетная утка, использующая поддельные видеоролики для раскрутки таких фильмов, как «Красный штат» или «Инопланетное вторжение», «Битва за Лос-Анджелес». Премьеры этих кинолент прошли в 2011 году практически сразу после того, как земляне услышали крик планеты. Впрочем, известна и человеческая способность выдавать желаемое за действительное. И черта многих СМИ это желаемое выдавать за сенсацию. Но дело в том, что немалое количество аудио- и видеосвидетельств очевидцев эксперты признают подлинными. Значит, звуки апокалипсиса реально существуют. Возможно, что эти звуки есть предупреждение нашей планеты о том, что не все в порядке на ее поверхности. Планета все время говорит о том, что с ней происходит. вот вы знаете, что такой стетоскоп. Врач пришел и прослушивает ваше сердце, легкие там и так далее. Так же и земля говорит о том, что у нее какие-то болезни, как она откликается на искусственное воздействие. Огромное количество гипотез ставит в тупик человека, который хочет найти звуку планеты единственно верное объяснение. по крайней мере, пока. Возможно, стон Земли это скрытый код, разгадка которого жизненная необходимость для всех, кто населяет планету. А может, это явление многофакторное, так или иначе связанное с каждой из этих версий. В ночь седьмого на восьмое января 1943 года в простой дешевой гостинице Нью-Йорка скончался 86-летний постоялец. Он умер в своем номере, где проживал уже более десяти лет. Тело было обнаружено горничной только спустя двое суток после смерти. О находке было доложено директору отеля, а тот в свою очередь сообщил в полицию. Вместе с шерифом в гостиничный номер поднялись четверо неразговорчивых мужчин. Сотрудник армейской разведки, сотрудник разведки ВМС США, агент ФБР и представитель адвокатской конторы. Эти люди долго копались в вещах покойного. Особое внимание уделяли документам. В комнате стоял сейф, вскрыть которой визитерам на месте не удалось. После чего все вещи, бумаги и сейф были погружены в бронированный грузовик и под усиленной охраной вывезены из отеля. Среди персонала гостиницы тут же поползли слухи, что представители спецслужб искали чертежи некоего таинственного военного прибора, именуемого лучом смерти. Разработчиком этого прибора как раз и был тот, кто скончался в номере. Звали покойного Никола Тесла. Сумасшедший гений, несдержанный паяц, социопат, взорвавшийся хорват. Так называли современники инженера, изобретателя и ученого Николу Теслу. И надо сказать, было за что. Говорят, он спал всего два часа в сутки, ночами писал стихи, читал или слушал музыку. Страдал боязнью микробов, поэтому по сто раз в день мал руки. Великолепно говорил на восьми языках, разбирался в истории и философии, что еще с детства ему являлись видения в виде вспышек света. А еще говорят, что он умел предвидеть будущее и даже однажды спас своих знакомых, посоветовав не садиться им на поезд, который вскоре сошел с рельс и разбился. Тесла считал разумной всю вселенную вплоть до атомов, а себя называл проводником этого вселенского разума. Кем же он был на самом деле? Великим ученым? Провидцем? Или непревзойденным авантюристом? Да, есть различные версии, которые говорят о том, что это либо великий физик, либо великий провидец, либо великий авантюрист. Скорее всего, лично я склоняюсь к тому, что это великий первооткрыватель. А как всякому первооткрывателю, ему было не чужды некие такие, знаете, экстравагантности своеобразные. То есть, это человек, который действительно вторгся в область буквально высоких энергий одним из первых, скажем так, и нетривиально относившийся к тому материалу, с которым он работает. Серп, родившийся в Хорватии, он учился в Чехии, работал в Будапеште, Париже, Праге, Страсбурге, Соединенных Штатах Америки. Космополит? Скорее, гражданин мира. Именно он разработал систему переменного тока, создал моторы и высоковольтные трансформаторы, на которых стоит весь промышленный мир. Благодаря ему освещаются наши дома поселки, города. Это он открыл принципы робототехники и двигателей на солнечной энергии. Рентгеновский аппарат, счетчик электроэнергии, автомобильный спидометр, люминесцентные лампы, электрические часы, приборы электротерапии. Этот перечень можно продолжать и продолжать. Около тысячи изобретений в разных областях науки и техники. Это, конечно, настоящий ученый подвижник, человек, который ради своей идеи, да, он мог что-то совершить, может быть, даже пойти на какие-то преступления, на какие-то неприглядные поступки совершить, но это во имя ради науки. Он готов был голодать, и бывали у него годы, месяцы, когда он в общем-то действительно ради науки и голодал, и жил в трудных условиях, но уже когда он переехал в Соединенные Штаты, там, конечно, его уже приняли как серьезного специалиста. Тесла считал, что мир состоит из волн, и что самое главное это вибрации и резонансы, как при раскачивании качелей, говорил ученый малыми усилиями, но вовремя приложенными, можно вызвать поразительно мощные эффекты. Однажды Тесла сам того не желая продемонстрировал ужасающую силу резонанса. Это произошло в 1896 году в Нью-Йорке. Ученый обустроил лабораторию в отеле Волдерф Астория на Манхэттене и решил там провести эксперимент с так называемыми резонансными излучателями. Когда Тесла подал к прибору электрический ток, то лаборатория неожиданно заходила ходуном, а с потолка кусками посыпалась штукатурка. При этом ученый не знал, что в этот момент происходило за окном. Оказывается, что десятки соседних домов наполнились неожиданным голом, посыпались оконные стекла, полопались водопроводные трубы. Чтобы избежать разрушения лаборатории, Тесла разбил свой прибор молотком. И в этот момент к нему ворвались полицейские. Позже при допросе изобретателю сообщили, его опыт спровоцировал землетрясение в городе, силу которого позже оценили почти в 3 балла по шкале Рихтера. Ну, дело в том, что действительно известно, что в результате одного из экспериментов, который осуществил Тесла, в Нью-Йорке произошло знаменитое землетрясение. Не менее знаменитые события были связаны с инцидентами вокруг его знаменитой башни Уордон Клифф на Лонг-Айленде, когда там целые районы отключались от электроэнергии. То есть, такие скандальные события сопровождали Теслу. Надо понимать, что тот масштаб экспериментов, который он ставил, они не могли не сопровождаться, определенными побочными результатами. Вскоре после этого эксперимента Тесла заявил журналистам, применяя принцип резонанса, я за несколько недель смогу вызвать в земной коре такие колебания, что она будет подниматься и опадать на сотни футов, выбрасывая реки из русел. Но не эта идея больше всего занимала Николу Теслу. Он не уставал всех убеждать, что наш мир находится в огромном океане энергии. Все вокруг вращается, движется, ведь это все электричество. Главная задача, которую поставил себе ученый, была для обывателей той эпохи немыслима. Научиться отбирать это электричество у природы, преобразовывать его и, обратите внимание, без проводов передавать в самые глухие уголки земного шара. проверку своих идею начал в 1899 году в горном районе Колорадо Спрингс, известном своими частыми грозами с исключительно мощными молниями. Через некоторое время, по словам Теслы, он знал о молниях больше, чем знает о них сам Бог. На очереди стояла проверка принципов передачи энергии на дальнее расстояние без проводов. С этой целью была построена установка высотой с 20-ти этажный дом. Вскоре Тесла убедился, что электрический заряд может передаваться через землю безо всяких проводов и радиоволн. Эксперименты были столь же грандиозными, сколь и опасными. Это была настоящая электрическая фантасмагория. При включении установки молнии вокруг нее достигали длины 40 метров. Громовые раскаты были слышны за десятки километров. Вокруг башни пылал огромный световой шар. Люди, находящиеся на большом удалении, с ужасом наблюдали, как между их ногами и землей проскакивают искры. Лошади через железные подковы получали электрошоковые удары. Над металлическими предметами горели синие орелы. Генераторы электростанции в 10 километрах от лаборатории перегорали из-за мощных искр, которые пробивали их изоляцию. На самом деле с Теслой всегда были связаны аномальные явления, которые позже назовут паранормальными, хотя на самом деле это были в общем-то просто неразгаданные электротехнические какие-то явления, которые происходили, происходят в атмосфере и будут происходить в будущем. И какие-то грозовые проявления, и появление странных светящихся объектов, шаров, которые потом будут характеризовать и как проявления НЛО, и как какие-то плазменные явления типа шаровой молнии. Несмотря на всевозможные побочные эффекты от экспериментов, Тесла был счастлив. Еще бы. Ему удалось преуспеть в создании разрядов, мощность которых значительно превосходила силу молнии. Дальше больше. Ученый планирует реализовать свои идеи в глобальном масштабе. Он убежден, чтобы получать электроэнергию в любой точке мира, достаточно будет воткнуть в землю штырь и включить небольшой конвертер, настроенный в резонанс с излучающими башнями. Для этого в определенных точках Земли необходимо построить пять специальных излучателей. Эта мировая система, кроме того, будет выполнять функции беспроводной связи по всему земному шару. По сути, Тесла планировал прообраз сегодняшнего интернета. Но и этим не ограничиваются планы неугомонного изобретателя. С помощью своей системы он намерен вызывать дожди в пустыне, освещать небо над морскими маршрутами, на ходу питать энергии автомобили и самолеты. Обо всем этом Тесла рассказывает знаменитому миллиардеру Джону Моргану. И просит денег хотя бы на строительство одной башни так называемой мировой связи. В 1901 году на острове Лонг-Кайленд в 60 километрах севернее Нью-Йорка появляется таинственная лаборатория и огромная башня фантастической архитектуры, напоминающая гиперболлоид русского инженера Владимира Шухова. По названию местности объект получает кодовое имя Ворденклейф. Это одна и та же широта с тем местом, где происходил Тунгусский феномен. Во-первых, это тоже не случайно, это отдельная тема. Во-вторых, именно там на Лонг-Айленде и до Теслы, и после Теслы производились различные таинственные опыты некоторыми организациями, о которых тоже может идти отдельный разговор, которые были связаны с деятельностью крупных банковских корпораций, которые вели свою политику руководства всем хозяйством земного шара, если можно так выразить. То есть именно там Тесла не случайно построила свою вот эту вот резиденцию. Летняя ночь 1903 года. Еще недостроенная башня Ворденклейф едва не свела с ума пол Нью-Йорка. При включении передатчика от башни на сотни миль во все стороны протянулись гигантские искусственные молнии. Они осветили небо над Атлантикой так, что можно было свободно читать газетные заголовки. На следующий день газета Нью-Йорк Сан писала «Прошлой ночью мы были свидетелями странных феноменов, гигантских молний, собственноручно испускаемых Теслой. Слои атмосферы воспламенились на разной высоте и на большой территории так, что ночь моментально превратилась в день. Весь воздух был наполнен свечением. Мы сами себе оказались призраками». Здесь имеются различные предположения и версии, как работало это устройство, но подробности функционирования этого устройства знал только Тесла. Единственное, что нам достоверно известно, что это устройство действительно было достаточно мощным, и оно производило определенный очень серьезный эффект, в частности различного рода электромагнитные возмущения среды. То есть, да, действительно, это была башня, можно сказать, но с другой стороны это не была башня. Это было некое электрическое устройство, которое функционировало только в соответствии как бы с волей Теслы и по ему ведомым, а может быть, даже и неведомым принципам. К сожалению, странности Теслы не позволили ему продолжить дальнейшую работу со своими новыми спонсорами. Финансовые воротилы побоялись дальше сотрудничать с человеком, который утверждал, что умеет общаться с инопланетянами и что они помогают ему в его опыте. К тому же Морган заподозрил, что идея получения дешевой электроэнергии и передачи ее на расстояние без проводов подорвет углеводородный бизнес. Тесла в свою очередь был настолько одержим мыслями об энергетической революции, что продолжал развивать не только саму идею, но и активно готовиться к ее притворению в жизнь. И нефтяные магнаты топлива номер один, они были напуганы, когда Тесла заявлял со своей горячностью, что пройдет там 20-30 лет и уже, так сказать, нефть не нужна будет, не нужен бензин будет, а вот вот эта энергия, которую я дам человечеству, вот тут-то и призадумались магнаты бензиновые, нефтяные, газовые и так далее. А что же будет, если действительно этот сумасшедший ученый окажется прав? Но Тесла не сдается. На собственные средства он возводит купол башни и продолжает монтаж научной аппаратуры. Однако в 1903 году часть оборудования была вывезена из Ворденклифа за долги. Но известно и другое. С начала 1907 года после длительной депрессии Тесла вновь приступил к экспериментам. Причем именно в Ворденклифе, куда неоднократно приезжал тайком ночным поездом. Есть документы о том, что в 1907 году ученый вновь получил от компании Вестенгаус большое количество оборудования. Так что же тянуло Теслу в эту таинственную башню? Вспомним про печальный эксперимент с резонансными излучателями, который спровоцировал землетрясение в Нью-Йорке в 1896 году. Эту идею изобретатель вовсе не оставил. И вполне возможно решил реализовать ее в самой башне. Для чего? Скорее всего, чтобы придать конструкции дополнительные возможности. С какой целью? Вот тут и появляется самая таинственная загадка начала 20-го десятилетия. Тунгусский феномен. Известно, что в 1908 году в районе Сибирской реки Подкаменная Тунгуска произошла гигантская катастрофа, природа которой до сих пор неизвестна. Одна из версий говорит, что это была попытка атаковать Землю извне. Но катаклизму помешала некая таинственная сила, созданная человеческим разумом. Сила энергии, сконцентрированная в одном уголке планеты и переданная на расстояние в нужное время и место. Есть любопытная версия в связи с причиной постройки башни Ордон-Клифф. Якобы Тесла провидел то, что будет некая катастрофа, связанная с вторжением в атмосферу Земли огромного космического тела и планировал каким-то образом этому противостоять. Это очень интересная версия на самом деле. Но, к сожалению, у нас не имеется документальных подкреплений этой версии. Документальных доказательств действительно нет. Но это и неудивительно. О многих своих экспериментах Тесла никогда и никому не говорил. Часть опытов он вообще проводил интуитивно, не оставляя никаких записей, чертежей, резюме. При этом некоторые исследователи почти уверены, что тунгусский феномен это дело рук великого изобретателя. И в этом есть своя логика. Установка Николы Теслы, она же башня в Ворденклеф, позволяла выполнять сразу две задачи. И возбуждать верхние слои атмосферы, и передавать энергию через Землю. Имея дар предвидения и феноменальную способность объяснять природу различных загадочных явлений, Тесла вполне мог знать о возможной катастрофе, предчувствовать ее, и даже предугадать место и время. И тогда он с острова Лонг-Кайленд вполне мог направить энергию в район Тунгуски навстречу агрессивному инопланетному объекту. Причем одновременно по двум каналам. Высокочастотную по кольцевым токам в верхних слоях атмосферы и низкочастотную по Земле через Северный полюс. Точка пересечения этих двух потоков это место, куда будет целиться инопланетный объект. И когда этот самый объект входит в плотные слои атмосферы, башня Тесла посылает мощнейший электрический разряд навстречу незваному гостю и добавляет к этой чудовищной лавине энергии излучение своих резонаторов. Тесла догадывался о том, что этот район может быть местом какого-то значительного катаклизма, так скажем. И в то же время он просчитал, что этот район абсолютно безопасный для его опыта с точки зрения поражаемости объектов. То есть люди не будут там затронуты практически никак. То есть он мог экспериментировать. И он начал готовить свою аппаратуру полностью, ее повернув в сторону Тунгуски, так образно выразиться можно. Если Тесла действительно причастен к Тунгусским событиям, то находят объяснения и другие загадки. Например, за два месяца до взрыва в Сибирской Тайге над Европой и Россией в небе то и дело появлялись огромные сполохи света, а за девять дней необычные цветные зорницы. Ночью было светло, как во время полярного дня. Свечение резко усилилось за три дня до взрыва. Что это было? Пробные пристрелочные включения аппаратуры Ворденклиффа? Ответа на этот вопрос до сих пор нет. Ясно лишь одно. У Теслы были и мотивы, и возможности, чтобы вызвать Тунгусский феномен. В 1917 году башня Ворденклифф была уничтожена. Сам Тесла попал под постоянное наблюдение американских спецслужб. На то были веские причины. За великим изобретателем начали охотиться иностранные шпионы. Там уже, конечно, американская разведка и контрразведка, она плотно опекала Тесла. То есть тут уже не давали его, его уже оберегали, он был хорошо охраняемый человек, и, в общем-то, не давали возможность с ним даже встречаться. Но попытки такие были вплоть до, по-моему, до 1941 года. Это значит, буквально еще за два года до смерти Теслы, значит, все-таки Абвар пытался, фашистская разведка пыталась все-таки заполучить. И его проекты шли на все. Интерес к Тесле иностранных спецслужб вполне очевиден. Изобретатель владел тайными знаниями, в которых очень нуждались военные. Известно, что в 30-е годы 20-го столетия он работал над проектом многоцелевых станций, способных защитить границы любого государства. Электронный щит, говорил Тесла, будет действовать совершенно на новом принципе и новом типе энергии. А перед началом Второй мировой войны стала просачиваться информация, что ученый придумал некий луч смерти. Какое-то таинственное мощное оружие, способное разрезать броню на большом расстоянии. Прямо как в фантастическом романе Алексея Толстого гиперболлойт инженера Гарина. Но больше всего тайн хранит так называемый филадельфийский эксперимент. Это произошло 28 октября 1943 года на базе военно-морских сил США Филадельфия. Американские моряки решили провести эксперимент по невидимости корабля для радаров. Для этого на эсминце Элдридж создали электромагнитный пузырь, экран, который отводил бы излучение радаров мимо корабля. В ходе эксперимента выявился совершенно непредвиденный побочный эффект. Корабль стал невидим не только для радара, но и для невооруженного глаза. Более того, свидетели уверяют, что неожиданно увидели его в Норфолке на удалении в сотни миль. Спустя некоторое время Элдридж вернулся на место. Пока корабль перемещался из филадельфийской базы ВМС в Норфолк и обратно, члены судовой команды полностью потеряли ориентацию во времени и пространстве. Этот эксперимент тоже принадлежит Николе Тессе. Но проводилась телепортация уже без него. Великого ученого уже не было в живых. А вместе с ним ушли в могилу все тайные секреты его открытий и изобретений. Субтитры создавал DimaTorzok Летом 1978 года постовой полицейской службой небольшого мексиканского городка Эль Торо были задержаны двое охотников за древностями. Таких людей иногда еще называют черными археологами. При обыске багажа задержанных оперативники обнаружили более тысячи уникальных статуэток, которые в Мексике считаются священными и именуются Акамбаро. Находка была передана федералам. Те в свою очередь начали проводить инвентаризацию конфискованных артефактов, в ходе которой обратили внимание на несколько не совсем обычных по форме статуэток. Это были изображения динозавров. чтобы разобраться в загадке местные власти пригласили для экспертизы известного американского археолога доктора Денниса Свифта. Свифт был потрясен увиденным. Позже он получил информацию, что подобные по форме статуэтки не единственные. Что-то похожее местные жители находили и раньше. Более того, некоторые каменные фигурки изображали сцены общения динозавра с человеком. Или даже подчинение динозавра человеку. Ученый сделал вывод, который взбудоражил всю научно-общественность. Древние гигантские рептилии и люди жили в одно время и находились в тесном контакте друг с другом. Еще задолго до сенсационной находки загадочных мексиканских каменных фигурок динозавров, а точнее в 1909 году в долине реки Палукси в США в окаменевшем или было обнаружено множество следов трех палах прямоходящих динозавров триподов. Лапы массивных ящеров оставляли в доисторические времена в глине и других мягких породах глубокие отпечатки. Потом все это застыло. Находку подвергли серьезным научным исследованиям, которые позволили много сказать об облике гигантов юрского периода. Многие годы, особенно в период знаменитой американской великой депрессии, местные дельцы наживались на обывательском интересе к следам динозавров, ваяя их копии с гипса на продажу туристам. И вдруг из этих заповедных мест пришла еще одна сенсационная новость. В 1969 году в старом высохшем русле той же реки обнаружена короткая дорожка следов, похожих на отпечатки ног человека. На них наткнулся местный баптистский священник Стэнли Тейлор. Причем он заявил, что человеческие следы были перемешаны со следами трипода. Складывалось впечатление, словно бы кто-то мирно разгуливал среди стада динозавров. Два года энтузиасты копали старое русло, чтобы найти еще подобные отпечатки. И нашли. Доказательства были очень убедительны. Отпечатки представляли собой последовательный образец левых и правых ступней, которые бы могли оставить босые ноги человека, идущего через обезвоженное русло реки или ручья. Последующая экспертиза подтвердила, что следы людей и динозавров оказались одного и того же геологического возраста. Ситуация невероятная. По представлениям современной науки, динозавры вымерли 65 миллионов лет назад, когда людей еще не могло быть. Значит, теория эволюции неверна, и люди, и доисторические ящеры спокойно жили в недалеком прошлом. Если говорить классическую гипотезу, которую дает нам академическая нога, это априори вообще невозможно, потому что динозавры вымерли, или что-то с ними случилось за много десятков, даже сотен миллионов лет, когда вообще в принципе какие-то первые антропоморфные существа, типа обезьян человека, появилось. Ну вот вот этот век 20-й принес очень много интересных открытий, и в первую очередь открытий, связанных с теорией о том, что человек и динозавр не просто жили вместе, а жили совсем недавно, и не миллионы лет назад, а буквально некоторых динозавров или драконов, как в мифологии об этом говорят, истребили чуть ли не 500-600 лет назад. Древнейший вид человека известной науки это хомоэректос, то есть человек прямоходящий. Он, как считается, обитал в Восточной Африке и Азии около 2 миллионов лет назад. 4 миллиона лет назад жили его предки австралопитеки. Они относились к семейству гоминид. Это вроде бы с одной стороны люди, но по сути обезьяны. В более древних слоях достоверных находок человека подобных нет. Параллельно с людьми эволюционировали высшие обезьяны. Гориллы, шимпанзе, орангутанги. Динозавры достигли расцвета в юрский период, то есть 150-200 миллионов лет назад. Гигантские динозавры бродили по суше. Самые крупные из них были диплодоки, достигавшие в длину 27 метров, и брахиозавры высотой до 12 метров. Подняв голову, это чудовище легко могло бы заглянуть в окно четвертого этажа. Завоевали динозавры и воздух. Группа птерозавров, летающих ящеров, была очень многочисленной. Среди них встречались и мелкие формы, и подлинные гиганты. Например, птеронодон имел размах крыльев до 12 метров. А исчезли древние ящеры к началу периода палеогена, около 70 миллионов лет назад. Иначе говоря, между динозаврами и самыми древними людьми пропасть в многие десятки и даже сотни миллионов лет. Встречаться они никак не могли. Абсолютно ли верно такое заключение? Не могла ли наука ошибиться? Не могли ли ископаемые следы существ, сопровождающих динозавров, действительно принадлежать людям? Гипотеза, она очень робкая пока, о том, что люди существовали гораздо раньше, чем они прописаны в дарвиновской теории и в современных научных исследованиях, о том, что прародина человечества Восточная Африка и Homo erectus и Австралопитеки всевозможные жили там самое раннее и самое позднее, полтора-два миллиона лет назад. На самом деле есть версия, те, что они жили гораздо раньше люди эти и доказательства тому находки странных камней Ики, о которых очень много сейчас говорят, странной глиняной библиотеки Акамбаро в Мексике, о которой тоже меньше, о которой говорят, но меньше, и многие другие артефакты, которые собирают сегодня ученые. Ярые сторонники теории эволюции Дарвина вообще считают, что первые люди появились максимум 200 тысяч лет назад. То есть они никак не могли пересекаться с доисторическими ящерами, даже если последние вымерли намного позже того периода, о котором говорят палеонтологи. Тем не менее, существует масса свидетельств совместного существования человека и динозавра. Например, древние изображения разных видов гигантских рептилий на скалах и камнях. Значит, человек видел живого динозавра. По-другому так точно воспроизвести давным-давно вымершего и исчезнувшего с лика земли животного невозможно. Первое доказательство уникальные камни Ики. В начале 60-х годов 20-го века в провинции Ика в Перу в тайных индейских местах захоронения были обнаружены погребальные камни очень древних времен. Еще до появления легендарной цивилизации Инка. На камнях выгравированы загадочные рисунки, изображающие сцены древней культуры, ее достижения и различных динозавров в тесном взаимодействии с человеком. Это говорит о том, что древние перуанцы видели живых динозавров и жили с ними в одно время. Рисунки точно изображают детали анатомии доисторических ящеров задолго до того, как их открыли палеонтологи. На некоторых камнях есть рисунки давно вымерших на американском континенте млекопитающих. Мастодонтов, гигантских ленивцев, мамонтов и целой серии фигур, показывающих биологический цикл развития динозавров. Но самые загадочные сюжеты совместный быт человека и динозавра. То есть он ездил на них верхом, как показано на рисунках Ики. Он одомашнивал, приручал их, что тоже показано на рисунках. То есть это была другая совершенно жизнь, о которой мы пока просто едва ли можем себе что-то представить. Дикий совершенно ужас академических ученых, которые не могут представить себе подобной ситуации. Но если разобраться и рассмотреть всю фактуру, которая собирается сейчас в наше распоряжение, то все говорит о том, что такую гипотезу можно себе допустить. Жизнь динозавров вместе с человеком в относительно недавнее время доказывают о статуэтке Акамбара. Те самые, которые были изъяты из багажа черных археологов мексиканскими полицейскими в 1978 году. Древние обитатели Центральной Америки ваяли эти статуэтки из различных видов глины, из камня и керамики. Несколько поделок изображали динозавров. Размеры самих фигурок от десятка сантиметров до одного метра в высоту и полутора метра в длину. Причем разнообразие типов динозавров вызывает истинное изумление. Среди них были легко узнаваемые и хорошо известные в те времена динозавра. И что поразительно, также виды которые были открыты лишь спустя десятилетия. Удивительно и то, что коллекция содержит значительное число изображений человека вместе с динозаврами разных видов. при этом среди этих фигурок есть интересные очень такие бытовые сцены, когда человек стоит рядом с динозавром и взмуздывает его как лошадь или человек просто находится в какой-то коммуникации с динозавром или человек едет верхом на динозавре. То есть вот если бы это был не динозавр, а какое-нибудь домашнее что-то там лошадь, лось, которая тоже была домашняя, вообще было бы все идеально великолепно. Что делать с этими артефактами ученые не знают. Кто-то игнорирует их, кто-то ставит под сомнение их подлинность, а кто-то признает явную научную проблему, уповая на будущее открытие, которое наконец прольет свет на имеющиеся противоречия. Между тем совместная жизнь человека и динозавра полностью вписывается в библейскую модель сотворения Земли и ее обитателей. И ведь действительно, в Библии упоминаются динозавры. Не открыто, конечно, но при определенном воображении можно сделать такой вывод. Например, в книге Пилова описано животное, которое может быть только динозавром-диплодоком или зауроподом, останки которых имеются во многих музеях мира. А пророк Иона мог находиться три дня в чреве крупного морского обитателя, в том числе динозавра, дышащего воздухом, питающегося не крупной пищей, но имеющего большую глотку. Некоторые исследователи считают, что очень похожей физиологией обладают современные киты фенвал, полосатик и другие. Киты дышат воздухом, и ряд из них имеют в голове запасную воздушную камеру, являющуюся расширением носовых полостей. Прежде чем проглотить большой предмет, киты проталкивают его в эту камеру. Если же предмет слишком большой или подозрительный, то морское животное плывет к ближайшей суше, ложится в мелкие воды и выбрасывает ношу. То же самое мог сделать и динозавр Сеоной. Также в книге пророка Исаии наряду со львами и ядовитыми гадами описаны летающие змеи, которыми вполне могут быть вымершие птеродактили. Заметим, что слово динозавр в переводе с греческого означает ужасный ящер. Термин появился лишь в 1842 году после серии находок археологами так называемых страшных черепов и костей неизвестных крупных животных. Однако в легендах всех известных цивилизаций так описываются драконы. Вполне возможно предположить, что в летописях речь идет именно о контактах с вымирающими доисторическими ящерами. И где с этими ящерами иногда вступают в бой змей Горыныч, если вышел из неповиновения, его надо наказать, его надо уничтожить, а с другой стороны с его помощью возводятся оборонительные сооружения, кои опоясывают великую державу змеевые валы, не что иное, как сооружение, согласно летописям, выполненное в союзе со змеем, с драконом. Вообще-то мифический дракон, в отличие от реальных динозавров, был созданием огнедышащим. Казалось бы, чисто фантастическая особенность, но не все так просто. Некоторые палеонтологи полагают, что в головных мешках резервуаров динозавров, соединенных с носоглоткой специальными каналами, находилась некая химическая активная жидкость, так называемый непредельный углеводород. Резкое сокращение мешка резервуара приводило к выбросу углеводорода. Воспламеняясь на воздухе, струя служила дракону, то есть динозавру, оружием защиты и нападения. Кстати, еще один любопытный момент. Вавилон, один из древнейших городов мира, центр культуры, имеющий возраст более пяти тысяч лет. В седьмом веке до нашей эры в нем построили так называемые ворота Иштарн для входа религиозной процессии в город. Ворота были украшены изображениями животных. Среди реальных, изображенных по всем канонам биологии и зоологии, там встречается некто, весьма напоминающий динозавра-ящера. Неужели древние Вавилоня не видели живых динозавров? Или, как было принято именовать их в древних летописях, огнедышащих драконов? Здесь можно предположить самые разные варианты, начиная от того, что кто-то, умеется ввиду, вымирающая ветвь динозавров, не успела до конца вымереть, и долгое время параллельно с нами существовала какая-то затухающая ветвь, которую добили уже, кстати, орды людей. То есть, если в данном контексте я вижу слово огнедышащий железный летающий дракон, то, конечно, мне меньше всего приходит на ум ассоциация с динозавром. Но я вполне допускаю, что термин дракон в данном случае был употреблен со ссылкой на имеющиеся уже стереотипные представления драконов. Возможно, рассказы моряков о морских чудищах и свидетельства о лохнедском чудовище тоже не беспочвенны. И на нашей планете до недавнего времени еще можно было встретить исчезающих ящеров. Как бы там ни было, но удивительную информацию привез с африканского континента известный американский исследователь Айвин Сандерсон. В период своей молодости в 1933 году он ездил в джунгли Камеруна. где, как утверждает ученый, видел живого летающего ящера. Вот как он описывает эту встречу. Прямо на меня летело какое-то странное создание. Огромные перепончатые крылья со свистом рассекали воздух. Рот был растянут точно в злорадной улыбке. Его окаймлял белый полукруг острых зубов. Птеродактиль. Исполинский крылатый ящер, который должен был умереть еще в доисторические времена. Прежде чем сумерки опустились на землю, это химерическое существо пролетело еще раз над рекой, но в обратном направлении. Местные жители, по сообщениям Сандерсона, хорошо знают об этом летающем ящере. А тут еще одна новость. Из дебри Центральной Африки упорно идут слухи о загадочном существе, обитающем в джунглях Заира и называемом местными жителями Макелембембе. По описаниям оно более всего напоминает тиранозавра. Первое неясное упоминание о нем имелось в материалах германской экспедиции 1913 года, руководимой зоологом Штайном фон Лаузнецем. Непосредственно с животным исследователи не столкнулись, но наслушались рассказов местных жителей об огромном ящероподобном хищнике, якобы обитающем в джунглях и питающемся бегемотами. Видели исследователи и следы этого чудовища, но окончательное заключение о реальности делать воздержались. В последующие годы до Европы и Америки дошло еще много упоминаний об этом существе. Возможность существования таинственного динозавра в глубине Африки подтверждают и наши российские исследователи. Это было довольно давно. Я работал переводчиком с геологами советскими в Мозамбике. И мы колесили по труднодоступным районам провинции Тета. И однажды приехали на такое болотистое озеро, на которое местные жители очень не хотели нас вести. Но тем не менее, когда мы настояли на своем ночном, они нас туда пустили. И там я услышал впервые вот этот звук, эти крики загадочного существа, которые местные жители называют Чипекве. И очень не хотели, чтобы мы видели его и рассказывали тем более потом кому-то о его существовании. Но тем не менее, мне удалось одним глазком увидеть следы этого существа, огромные, огромные как бы лапы, следы лап, огромные как бы лягушки, потому что они были трехпалые. И между ними был волочился такой, ну, был след от огромного хвоста. Определенный итог изучения проблемы подвел американский исследователь Рой МакКол. Ученый-секретарь Международного общества криптозоологов. В 1982 году он посетил с экспедициями джунгли Заира, а спустя пять лет издал в Нидерландах книгу под интригующим названием «Живой динозавр». Поиски МакКелем Мембер. Автор заключает, что, скорее всего, речь идет о существующем сегодня в природе динозавре по морфологии близком к тиранозавру или игуанодону. При этом животные существенно отличаются друг от друга. Тиранозавр хищник, игуанодон травоядный гигантский ящер. Интересно, что американский ученый был вынужден констатировать, что на конец 80-х годов никаких материальных подтверждений существования этого животного в виде маломальски четких фотографий, костей или чего-либо другого нет. Не появились доказательства и за последующие 10 лет. Как популяция столь крупных животных может столько времени оставаться неуловимой, мягко говоря, не совсем понятно. Но к этому нужно добавить следующее. Далеко не все динозавры были гигантами. Самые крупные по законам тофономии дошли до нас в виде костей и породили миф о гигантизме всей группы. Мелкие динозавры, которых легко перепутать с обычными ящерицами, были очень многочисленны. Некоторые из них действительно могли сохранить устойчивую популяцию до наших дней. С определенностью можно сказать лишь то, что живой мир нашей планеты описан еще далеко не полностью. Доподлинно известно о существовании пяти миллионов видов, а сколько их всего никто не знает. По некоторым оценкам до миллиарда. до миллиарда. До новых До новых Редактор субтитров